саш привет мы очень рады видеть тебя у нас в гостях сегодня надеюсь также заряжен как вся наша команда привет максим команда заряжена очень хорошо я сейчас даже если не успел зарядиться буду подпитывать процессе правильно так и надо вот так должен отвечать каждый наш гость так предлагаю немного познакомиться с тобой первый вопрос наверно будет про твою университетскую жизнь вообще где ты учился как давно ты не учишься и например какой специальности ты закончил учился в пгу в периоде 2001 по 2006 год фвт математик программист пытался сегодня вспомнить код специальности но не вспомнил в общем там было что-то про математическое обеспечение и администрирование систем вот но по поводу того как давно и учился но у меня по сути вся моя деятельность связана с тем что я обучаюсь постоянно перманентно вот может быть какими-то пробелами такими временными небольшими но постоянно что-то осваиваю вот и изучая даже программирование в институте устроившись на работу битгеймс я начал там с аниматор на флэше вот потому как тот момент мой интерес он вращался вокруг этого вот а уже углублялся в программирование в бите вот с течением времени на протяжении вот всего этого времени там с 2005 года с того момента как я там работаю то есть ты не остановился на университете и продолжаешь развиваться до сих пор ну мне кажется другого пути нет это хороший подход да я с тобой согласен расскажи про то где ты работаешь сейчас работаю битгеймс как я уже говорил 2005 года пришел из института по наводке от кревского игоря гершевича я тогда ему помогал делать какие-то задачи по флэшу на кафедре и в какой-то момент времени на сказал то что в пензе есть еще люди кто тоже что-то умеет делать во флэше и направил в бит пришел аниматором спустя наверно тоже 17 18 лет сейчас работаю продюсером как вообще компания битгеймс она на рынке уже существует порядка 20 лет и последние пять лет она находится в составе века и в этой студии битгеймс я продюсер и отдел r&d которым сейчас работает 7 юнити разработчиков и 4 вот ты упомянул flash я просто человек который совершенно не разбирается в программистских вот этих вот диалектах что это вообще что это о чем flash это динозавр который не так давно вымер вот тогда он был очень популярен потому как на нем создавалось большое количество веб-контента для наполнения каких-то страниц это могли быть либо какие-то рекламные баннеры самом простом виде вот могли быть какие-то элементы сайта наподобие там меню или интерактивное меню которое такое красиво переливается анимируется и обладает каким-то функционалом в дальнейшем на нем начали делать игры отдельные флэш сайты большие вот потом он перекочевал в своей массе наверное социальные сети на нем разрабатывали игры вот именно для соц сетей были какие-то варианты десктопных приложений но со временем он стал постепенно вытесняться из браузеров потому как представлял собой не самый безопасный контент который размещается на сайт потому что обладал множеством всяких уязвимостей вот и люди кто хотел этим воспользоваться они у них порой получалось и в итоге флэш полностью выпилили из браузеров вот и сейчас он наверное продолжает существовать виде каких-то десктопных приложений когда вот уже флэш контент упакован в исполняемый файл и где-то на пока у разных людей вот так вот и какие-то проекты на нем все еще существует то есть получается какая-то среда разработки правильно да да редактор который изначально был сделан для того чтобы в нем анимировать создавать какие-то анимации динамические картинки там было и покадровые анимации и с морфингом вот и в какой момент они начали развивать язык программирования внутри этой среды и можно было для начала там в первых версиях языка там какой-то простейший интерактив создавать потом люди могли там делать игры со временем и какие-то сложные в приложении таким достаточно широким функционалом хорошо спасибо теперь я тоже буду понимать что это такое вообще у нас с тобой много сегодня будет таких слов которые я честно не понимаю поэтому быть готов к тому что я буду спрашивать что это такое вот как следующий например вопрос r&d есть такая аббревиатура чем вообще занимается эта команда что она себе представляет r&d это research and development исследование и разработка причем в разных компаниях это может влагать совершенно разным функционалом по сути это какая-то такая группа разработчиков команд по сути да которая решает какую-то задачу бизнеса если рассматривать вот именно в контексте bit games мы уже давно замышляли да такие походили разговоры о том что нам пора сделать свой r&d для того чтобы в поиске новых проектов какая-то отдельная группа людей будет быстро там преодолевать путь по исследованиям чтобы отмести какие-то ненужные механики или неудачные сеттинги и быстро находить именно то хорошее сочетание элементов игровых и из состояния поиска вот этих вот гипер казуалок и накапливание опыта мы перешли сейчас в более такой многофункциональный модуль компании где помимо прототипирование гипер казуалок гибрид казуалок мы сейчас уже начинаем прототипировать ну как начинаем уже месяца наверное четыре прототипируем прототипы с ведущими гейм дизайнерами нашей студии для того чтобы помочь им исследовать свои концепты и найти потенциально потенциальный такой новый следующий крупный тайтл нашей компании потому как пока все крупные разработчики как крупный неправильно сказал пока все разработчики которые участвуют в других крупных тайтлах нашей компании на данный момент заняты мы представляем собой ресурс который позволяет не останавливать поиски следующего крупного проекта все теперь я понимаю в чем это суть еще слово такое интересное прозвучало гипер казуальный это про что это как это что это такое гипер казуальный это ну в первую очередь это такая мониторная модель здесь вообще наверно в целом есть смысл сказать про казуальные игры казуальная игра это которая игра создана для максимально широкой целевой аудитории в которую могут играть и дети и пенсионеры и вообще все возраста вне зависимости от гендера люди которые легко в нее входят легко понимают правила тратит не очень много времени на то чтобы разобраться и проходить по игровой прогрессии казуальные проекты адаптированы на всех расскажи для тех кто вообще не разбирается в этом кто только начинает выступать в game dev какие этапы проходит команда по реализации игры какую роль в этом процессе занимает каждый человек какие там вообще бывают работники что как кто чем занят в общем можно так сказать и насколько вообще сложно этим заниматься первоначально появляется идея некая да есть команда которая готова делать игру она ищет эту ту самую девиз которую 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 они будут сейчас прототипировать и дальше превращать какую-то большую игру вот эта идея обсуждается ищется референсы на что эта идея похожа что мы можем взять из других игр вот собирается максимально большое количество информации которая позволит детализировать игровой концепт это такой предварительный документ в котором уже описано и суть игры и ее визуальная составляющая какой-то игровой цикл который в ней будет реализован после этого создания этого концепт документа мы создаем дисдок ну конечно не во всех случаях там в гиперказуалках это не так актуально но когда работаем с казальными играми уже которых подразумевает подразумевается такая крупная емкая мета но там уже нужно многие процессы более детально детализировать здесь вот как раз создается дисдок создается он гейм-дизайнер гейм-дизайнер уже в деталях описывает что конкретно должно быть в игре каким образом элементы игры взаимодействует между друг с другом и команда декомпозирует это дисдок разбивает его на задачки и определяются исполнители кто что делает в какой последовательности иногда мы бьем это все в большинстве случаев на и какие-то итерации чтобы маленькими шажками у нас был какой-то осмысленный результат который можно было бы оценить именно в первую очередь на то что мы правильно движемся в этом направлении или может быть нам нужно что-то скорректировать и здесь уже начинают работать и артисты разработчики параллельно за всем этим делом следит гейм-дизайнер продюсер смотрит в целом на выполнение работ куда мы идем как на это все как оптимизировать процессы вот и в этом цикле разработки даже когда уже основные задачи заканчиваются постоянно оценивая результат мы понимаем надо ли что-то изменить основываясь кому относительно первоначальные вот этого документа потому что некоторые гипотезы могли подтвердиться некоторые нет и здесь нужно искать решение для того чтобы довести игру до этапа теста для того чтобы нам понять в итоге и интересно ли теперь в эту игру играть нашим игрокам но пока мы не спустили мы сами работаем вот именно со своими ощущениями тестируя и развивая проект когда мы создали геймплей который можно поиграть необходимое количество мы заливаем сборку но по сути публикуем ее в story после чего в эту игру могут прийти поиграть другие люди уже извне и для того чтобы выборка была более репрезентативная мы делаем небольшую закупку допустим там на какой-то аудитории закупаемся мы в россии в канаде или в сша тут уже в целом зависит от разных проектов и от целей покупается где-то порядка я не знаю может быть 200 300 тысяч человек нас и они играют в течение какого-то времени мы смотрим на продуктовые метрики здесь вот как раз продюсер геймдизайнер наблюдает за тем как люди погружаются геймплей сколько они там проводит времени насколько уровне хорошо сбалансированы и там порой знаешь видно на втором уровне вдруг стало мы видим наблюдаем большое падение идут большие отвал значит уровень сложный надо его немножечко подкорректировать и еще людей запустить в общем постоянно вот так тут причёсывая проект анализируя метрики это насколько люди вовлечены и возвращается на следующий день проект развивается обрастает контентом и если мы доводим его до необходимого уровня с точки зрения продукта он интересен людям в него нравится играть ну тогда проект идет уже глобальный запуск глобальный launch и начинается поддержка этого проекта если с точки время с точки зрения времени например от начала зарождения идеи до выпуска финального продукта сколько приблизительно в норме времени уходит на это все вот если брать в пример гипер кэш здесь могут быть временные промежутки очень короткие у нас допустим первый хит который мы зацепили там shift race спустя полгода разработки это был 23 по счету прототип вот мы сделали его но основную работу по прототипирование завершили за три дня за день мы добавили все необходимые с дека для сбора статистики и залили в store на следующий день его уже запрувили то она прошла в review и мы начали тестировать начали закупать игроков и по сути на седьмой день мы уже получили метрики того что очень игра привлекательна для игроков не и играет мы имеем даже и хорошие маркетинговые метрики то что попадаем по стоимости привлечения игрока и вот в гипер кэшу можно там на седьмой день примерно получить оценку того надо делать этот проект или нет и где-то еще через месяц у нас разработки мы в месяц допиливали наполняли контентом для того чтобы выйти в глобал после этого еще наверное было месяц наверное три активного и такой проработки разработки проекта вот если брать какой-нибудь пример казуальный более серьезного там тайтла то наверное в целом вот я сейчас знаю хороший опыт компании айтити они сейчас вот учатся и постоянно снижает вот эту временную планочку но у них вроде бы получилось последние разы там за четыре месяца полностью выйти с более серьезным прототипом вот как раз global launch это прям очень хорошая скорость на чем они пишутся на каких языках чаще всего на флэше это был экшна скрипт второй третий как далее си шарп собственно когда мы перешли на unity там мы использовали язык си шарп и до сих пор его активно на нем продукции это программируем еще язык бит чел вот это сценарии деревья поведения в общем то есть можно на разных языках писать игры это не ограничивается одной одним двумя языками да нет то есть уже в зависимости от платформы в чем ты работаешь какой у тебя игровой движок какой у инструментарий потому что даже если основной геймплейный код мы пишем там допустим на шарпе и сейчас еще бич или то у нас есть ряд тузов которые там но использует где-то и чпи либо еще так или иначе тебе приходится пересекаться там с разными языками программирования но здесь уже зависит от того насколько широк спектр твоих задач для того чтобы тебе лезть какие-то зоны проекта или нет здесь уже зависит от разработчиков у кого к чему интерес стоит то так погружается хорошо вот ты сейчас сказал про деревья поведение бич-аль 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 да это что бихер лэнгвич строго типизированный язык деревьев поведений за авторством нашего технического директора паши щиваева теперь наверное немножко отойдем от конкретных вот определений так скажем вопрос лично для тебя почему вообще геймдев если существует еще куча различных областей программирования можно же было пойти куда-то в другую отрасль например чем тебя именно это привлекло было интересно я еще опять же не так сильно мне хотелось программировать в институте сколько меня вот поглотила именно анимация мне было интересно заниматься флешом я когда увидел это полностью ушел с головой и изучал мне было очень интересно я собственно пришел работать аниматором и получается где-то года полтора только анимировал потом плавно начал вот эти вот эти анимации которые создавал начал наполнять их еще жизнью с использованием кода начал изучать экшен скрипт и погружаться во все это для меня как бы было логичным развивать вот эту динамичную анимацию еще каким-то интерактивом и я просто уже шел как-то в одном направлении который диктовал не мой интерес поэтому геймдев причем там с разных сторон разные задачи больше с погружением где-то в геймдизайн где-то в программирование где-то поиск какой-то игрок определенных игровых ощущений и какой уровень тебя сейчас получается уже если с точки зрения программирования то я на год три назад вдруг где-то увидел документации компании то что я сеньор вот поэтому у меня может быть не самый такой как сказать правильный путь именно к программисту сеньору вот но целом он состоялся и сейчас вот работая с командой я понимаю то что есть очень много информации который есть ну который можно поделиться для того чтобы ребятам помочь максимально быстро двигаться именно по пути вот этой разработки и накапливание там необходимые компетенции и сбора там все необходимые экспертизы для того чтобы становиться крутыми разработчиков но программирую не так на последний раз программировал что-то на roblox и но потом на луа которые там есть в рамках катон еще хочется уточнить вот есть такой язык получается луа луа используется ли он в разработке ну да его его часто используют больших проектах как раз в качестве написания сценариев именно игровой какой-то логики пить темы его использовали на проекте зверики этого 2008 году там как раз вот эта логика питомцев и писалось потом со временем у нас появился язык bhl как как раз который в принципе делал может сделать все то же самое просто он более затончит под наши нужды но сейчас из того что я знаю вот конкретно в каком проекте он используется это roblox и в редакторе в roblox редакторе когда ты там создаешь игры то код ты пишешь на луа то есть довольно такие обширные проекты как roblox вполне вполне сколько у них там вроде бы 450 миллионов месячной аудитории вполне себе такие крупный проект так классно поговорили про прогресс про нынешнее время но я предлагаю все таки вернуться самое 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 начало как ты вообще начинал свой путь и расскажи по шагам как это происходило и если какие-то советы как можно лучше начать это делать пришел я начинал путь опять же может быть и погул в погул случайно увидел flash ну как бы изучал дома просто софту ковырял что там есть интересного на диске установил flash меня это дело зацепило потому что еще был наверное период когда была очень популярна масяне вот и масяне как раз было нарисовано на флэше я как-то это все соотнес думаю ну блин тоже хочу мультики делать начал из по сути нашел для себя интерес который в дальнейшем форсировал все мое дальнейшее развитие до какого-то этапа изучая анимацию изучал понял то что этого недостаточно для того чтобы делать более серьезные какие-то вещи начал изучать еще экшн скрип для того чтобы эту анимацию чем-то подкреплять ну и дальше наверное еще у нас компании очень часто создаются разные проекты но как часто наверно протяжении так по времени если смотреть мне периодически в какие-то критичные моменты там для меня когда уже что-то хотелось наверное прыгнуть куда-то дальше появлялись такие возможности вот новые проекты новый новый уровень который надо было пробить и я всегда это воспринимал как вызов и порой получалось постепенно таким образом накапливалась какая-то экспертиза потом наверное в какой-то момент стало может не откровением но вдруг я понял то что все упирается наверное в какую-то ответственность чем больше ответственности тем интереснее задачи и тем больше еще предстоит узнать вот и начал работать над этим еще дополнительно брать на себя какие какую-то ответственность предлагать какие-то решения идеи пытаться их воплотить и наверное вот работа со своими идеями это вот желание именно с работать меня как раз привела к тому чтобы вы приводить в определенный момент появился у нас тоже тренди отдел вот и которые я подали в дальнейшем повел где какой-то бэклог идей который у меня накопился за несколько лет мы прямо буквально впервые наверное год полностью все слили через тесты я понял то что работать очень мало вот но по крайней мере освободил выклог что касается сожировки например ты как человек который уже давно в этом всем деле у нас в пензе вообще можно найти стажировки качественные какие-нибудь есть компании то есть одна компания в которой проходит качественные стажировки называется битгеймс вот мы постоянно практикуем и сейчас нас там вы все стажируется 14-летний школьник и делает свою игру просто под присмотром и он направляем и он неплохо справляется еще к нам периодически приходили на вообще как бы игра хаб это по сути такой профоридационный проект и люди которые хотят зайти в геймдф они могут как раз вот через этот игра хаб заглянуть за портьер до этом понять насколько это им интересно где там они могут приложить свои усилия там свою свою квалификацию которые у них есть на данный момент каким образом им подготовиться прийти и себя попробовать там на однодневной стажировке вот если сейчас такие еще есть активные но какое-то время назад были в общем но опять же академии дают тоже очень хороший такой заряд экспертизы потому что где приходится работать с разными людьми которые тоже как бы пытаются там реализовать игру или выполнить какую-то задачу у вас там есть наставники кураторы из которых эту информацию можно вытягивать но и там можно примелькаться показать то какой ты то что ты с тобой можно там допустим решаете разные задачи и это круто так вот можно засветиться и пойти дальше работать уже в компании но это как бы не один вариант который есть да всегда можно постучаться в любую другую компанию главное наверное посмотреть какие есть компании там рядом с тобой если тебе там важно присутствовать оффлайн вот либо тыкаться в онлайн куда-нибудь пробовать проходить собеседование но главное найти людей по духу таких же заряженных тем же самым чем и ты так у меня есть такой вопрос еще интересный вот самом начале когда мы с тобой начали говорить про разработку игр ты сказал что каждый человек в команде чем-то занят а можно ли все это поместить в одного человека возможно ли вообще соло создать какой-то продукт ну да как бы инди опыт такой популярный в мире имеется и есть такие разработчики которые могли там на протяжении там шести-семи лет точить игру потом все-таки доточить опубликовать и заработать на этом деньги вот мы как раз в рэнди наверное пытаемся создать такой гибрид разработчика именно unity у нас разработчик он его область задач она значительно выше чем у просто наверное unity разработчик сейчас объясню почему мы стараемся расширить зону ответственности и когда уже получается решать основные все задачи по программированию по созданию необходимой там динамики на сцене подбору там и разработки визуальных эффектов в общем когда человек уже справляется именно с прототипированием он создает игру мы увеличиваем зону ответственности он начинает работать уже общаться в чате как с нашим издателем с которым этом совместно эти игры там тестируем потом спускаем с кейл они обсуждают там с издателем задачки какие там какой выстроить родмап на неделю для то что должно там за неделю попасть в игру обсуждает потом приступ берется за реализацию все как вопросы касаемо геймдизайна игровых ощущений он тоже решает как сам насколько это может решить делится между собой фидбэком если вдруг кто-то что-то увидел там в чужом геймплее который потому что нас идет параллельная разработка может там в течение недели вестись работа над семью-восьмью проектами вот и все друг друга фидбэчат делятся информацией таким образом у нас получается как такая нейронка по коллективному фидбэку вот и после этого реализуется там задачи формируется там собирается билд этот билд должен залиться в определенное время надо будет написать нашим кей то что ребята протестируйте билд вот я его собрал в общем здесь и как бы и релиз менеджмент и геймдизайн продюсирование и кей ну quality assurance здесь в общем работа на самом деле очень много задач фокусируется на одном разработчике но для нас это единственная возможность двигаться быстро делать много проектов постоянно менять контекст потому что если ребята бы занимались просто программирование то мы бы двигались очень медленно и там пропуская способность меня как продюсера была бы ну я бы просто с этим не смог справляться либо вообще просто не вылазил за компьютер и постоянно только бы занимался тем чтобы проверять кто там что сделал с кем-то договориться очень круто то что у нас получилось реализовать такой механизм где наши юнити разработчики ну можно сказать что они такие инди потому как основной комплекс задач там они спокойно весь основной pipeline они с ним справляются единственное что они там не рисуют не моделят но они занимаются интеграции арта интеграции там анимации всего чего угодно они это все поддерживают если какие-то конкретные проекты или книги которые ты мог посоветовать для начинающих которые могли бы им помочь ну было бы неплохо наверное здесь как бы несколько форматов можно допустим что чуть побольше зарядиться всем этим духом разработки почитать какие-то реальные кейсы из жизни компаний кровь пот и пиксели допустим ну как пример такие такие книги есть еще там я не знаю вроде повелители doom вот где описывается процесс разработки с какими проблемами столкнулись команды как они их решили вроде бы второй часть кровь пот и пиксели там как раз уже про закрытие до хотя и в первой части про то как они и проблемы решали просто команды закрывались ну просто чтобы представлять наверное вот эти вот процессы которые протекают внутри больших там студии и интересных проектов есть смысл читать книги по гейм-дизайну вот здесь наверное рекомендую такой настольный справочник очень популярный но хорошо воспринимаемый джесси шелл искусство гейм-дизайна или он даже в последнем переиздании просто уже гейм-дизайн называется но это это как бы таких книг много можно искать они по рейтингам можно собрать в общем почитывать про по гейм-дизайн тоже надо стоит понимать потому как ну ты должен понимать как работает игр какие инструменты там используется для того чтобы цеплять игроков удерживать и управлять их эмоциям также ну и не знаю если говорить про unity стоит зайти на ресурсы unity learn он когда-то был платным там и с моментом под наступление пандемии юники как раз сделали к нему свободный доступ и там можно пройти ряд курсов для разноуровневых разработчиков и основы и погружение там глубже вот есть смысл почитать его посмотреть там видосики в общем там более-менее обучение структурированное и вполне себе достоин такой качественный контент получается есть еще выбрать есть литература все свободном доступе все это открыто большое количество вот мы можем собрать потом еще небольшую подборочку да это было бы здорово уже опубликовать там вместе с ссылочкой да это было бы классно а вот если поговорить опять же о каких-то советах которые ты бы мог дать даже самому себе в начале пути которые могли бы помочь нашим зрителям допустим при начале карьеры что же это было бы за советы такие ну наверно если себе то учим отчасти то уж некоторые вопрос там есть пробелы ну то что может быть не так хорошо я изучил в институте чтобы не могло бы помочь но с другой стороны я понимаю то что есть обратная сторона это бы не привело меня туда где я и сейчас а мне сейчас ну кайф я как бы не хотел бы вот это изменить поэтому могу весь не знаю в качестве совета начинающим разработчикам экспериментируйте можно больше пробуйте для того чтобы понять ваше это или не ваше чтобы там не как бы впрягаться в какую-нибудь такую долгую разработку или обучение которое через некоторое время вам не понравится надо больше пробовать вот да поиск надо заниматься ресерчем и девелопментом вот мы уже поговорили да сегодня больше слушать себя для того чтобы потом было интересно спасибо большое что поделился своей жизнью с нами сегодня нам было очень приятно тебя послушать спасибо был рад прийти спасибо